Друзья, я приветствую вас и я записываю это видео, когда до встречи Нового Года остается буквально несколько дней. И некоторые могут сказать, да, она странная, мы сейчас готовимся к встрече Нового Года, а она про какое-то условное голодание. Но на самом деле я знаю, о чем я говорю. Да, сейчас такая эйфория идет, все готовятся к встрече Нового Года, все думают, что бы такое вкусненькое приготовить на новогодний стол. Как бы поинтереснее угостить своих гостей и так далее. И все эти хлопоты, конечно, связаны с праздничными рецептами. Все вертятся вокруг новогоднего стола, но пройдет буквально пара недель и потянется очередь ко мне в марафоны, на консультации, в интенсив с просьбами. Бая, помогите, что мне делать, за праздничные дни я наела несколько лишних килограмм, помогите мне от них избавиться. Это происходит каждый год. Именно поэтому я уже сейчас просто заранее хочу вас настроить на то, что, да, праздники праздниками, и никто не минует праздничные застолья, и я в том числе. Но после праздника нам нужно будет позаботиться о себе, чтобы как-то минимизировать те последствия, которые мы обычно набираем, получаем после праздничных застольев. И именно поэтому сегодня я говорю об условном голодании, потому что, начиная с 2016 года, с тех пор, как я веду свой канал здесь на Ютубе, я все время вижу, как пополняется армия моих подписчиков, которые заинтересованы именно в этой теме. Потому что, согласно статистике, наибольшее количество просмотров моих видео идет именно по ключевым запросам условное голодание, очищение организма, очищение по огонян и так далее. Поэтому я не хочу себе изменять, и я хочу продолжать и дальше развивать эту тему, тему очищения организма через условное голодание для тех людей, которые являются постоянными подписчиками моего канала, и для тех, которые вновь пребывают на мой канал, и которые интересуются оздоровлением своего организма именно через такие нетрадиционные практики. Название сегодняшнего видео, наверное, вас немножко удивило. Условное голодание на эфирных маслах. Как это? Это что-то новенькое. Я вам хочу рассказать короткую предысторию вообще этой темы, да, как это получилось. Потому что те, кто смотрит на меня давно, вы, наверное, заметили, что несколько лет назад об эфирных маслах не было еще сказано ни слова. Развивалась только одна тема, тема очищения организма через условное голодание. Но вот начиная с прошлого года эфирные масла прочно вошли в мою жизнь. Некоторые, между прочим, восприняли эту информацию негативно, апеллируя тем, что якобы я изменяю своей теме и протаскиваю какой-то параллельный продукт, ну, якобы для своего какого-то мифического обогащения. На самом деле это не так. Я хочу развеять вот эти ваши подозрения или какой-то неприязнь к этому новому продукту. На самом деле, если вы послушаете мою предысторию, знакомство с этим продуктом, вы поймете, почему я сделала вот этот альянс, альянс этих двух тем очищения организма и эфирных масел. Когда я только начинала свой путь натуропатии и практиковала сама лично очищение организма, я столкнулась с рядом проблем. Во-первых, это проблема интоксикации. Это была не только моя проблема, это было то, с чем сталкивались очень многие люди. Они писали мне об этом. Позже с этим стали сталкиваться и мои подопечные в том числе. И это было самым болезненным пунктом в моей деятельности, потому что это всегда очень тяжело осознавать, что твой подопечный получил вот такое неприятное состояние. И ты на расстоянии, ну, мало можешь чем ему помочь, ну, да, ты даешь какие-то советы, но на самом деле исход этого состояния, да, выход из этой интоксикации, он зависит по большей части от состояния организма самого человека, который попал в эту ситуацию. Это была одна из самых глобальных трудностей. Также я столкнулась с трудностями перехода на естественное питание, потому что в теории это кажется очень понятным и очень простым. Сделать свое питание, ну, по большей части из сырой растительной пищи и с небольшим включением там животных жиров, животного белка, вареной пищи и вот соблюдать этот баланс. Это кажется очень легко в теории, но на практике это оказалось не так-то просто, потому что были сильны тяги, тяги прошлого к мощному, к сладкому. Но я честно признаюсь, что мне не сразу удалось избавиться от этих тяг, и сейчас я сталкиваюсь постоянно с этими проблемами у других людей, которые срываются. И срывы это еще одна из глобальнейших проблем перехода на естественное питание, выхода из условного голодания, срывы, откаты. Я слышу об этом и читаю это очень часто, и это, конечно, очень болезненно. Ну, и есть еще одна трудность, с которой постоянно сталкиваются мои подопечные, это обострение хронических заболеваний в процессе условного голодания. И практически никто не избежал этой участи, обострения случаются всегда, в большей или меньшей степени, но они происходят. Так вот, когда я познакомилась с таким продуктом, как эфирные масла, познакомилась не только в теории, но и на практике, я обнаружила просто потрясающую вещь. Оказывается, все вот эти состояния, вот эти все трудности и проблемы, которые я перечислила, и интоксикации, и срывы, и откаты, и обострение хронических заболеваний, вот это вот все можно проходить очень гладко и комфортно, без каких-либо рисков и осложнений, используя эфирные масла. Поначалу мне казалось это невероятным. Какая-то маленькая капелька этого продукта способна делать такие чудеса, но когда я углубилась в изучение теории эфирных масел, я поняла, что эта капелька обладает чудесным свойством проникать глубоко в ткани, именно в клетку человеческого организма. За счет того, что молекула эфирного масла очень мала, и она липофильна. То есть она свободно проникает сквозь жировую оболочку клетки, и свободно входит в клетку, делая там свое целительное действие. А то, что эфирные масла являются целебными, в этом у меня нет ни малейшего сомнения, потому что каждое эфирное масло, которое добыто из какого-либо растения, оно добывается именно из целебного растения или из его целебной части. Когда я увидела, как это работает, как мы сводим к нулю риски по всем осложнениям и интоксикациям, я поняла, что с этого момента я никогда не буду больше разъединять эти два понятия, как очищение организма и эфирные масла. Эта тема стала глубоким альянсом в моей практике, и с того дня я приглашаю всех своих подопечных на мои консультации, на мои марафоны вместе с эфирными маслами. Я показываю, как они работают, я объясняю, почему они так работают. Я предлагаю людям пробовать принимать эфирные масла, а то, что их можно принимать внутрь, это тоже для многих является удивлением и открытием, но эти масла, масла Дотера, это масла терапевтического класса, поэтому мы можем их употреблять внутрь. И вот таким образом тема условного голодания на эфирных маслах очень прочно вошла в мою практику, и у меня на сегодняшний день для вас такая очень хорошая новость. Она связана с тем, что начиная с января, вот с 2023 года, который вот-вот наступит, я запускаю проект, который так и будет называться. Условное голодание на эфирных маслах. Этот проект я буду вести не одна, у меня будет помощница, и я вам совсем скоро представлю ее, у меня будет отдельный выход видео-интервью с этим человеком, ее зовут Полина Бултман. Это человек, который прошел свой потрясающий опыт использования эфирных масел на условном голодании, и человек, который получил потрясающие результаты по оздоровлению, именно от применения эфирных масел во время условного голодания. Полина – это человек, который имеет уже за своими плечами такой богатый опыт очищения, это уже несколько курсов, порядка 10, это уже несколько лет практики, и то, как ей удалось внедрить эфирные масла в эту практику, это просто потрясающий опыт, даже у меня нет такого опыта, именно поэтому я пригласила Полину быть моей помощницей в этом проекте. Сегодня у вас есть возможность поучаствовать в этом проекте под кураторством Полины и меня, в качестве ваших помощников и наставников в сопровождении в условном голодании с применением эфирных масел. В январе мы объявим, во-первых, мы объявим о новом цикле видео, в каждом из которых Полина будет рассказывать о том или ином случае, или эфирном масле, или рецепте, который она применяла на условном голодании, и как ей удавалось решить ту или иную проблему. Каждый выход такого видео – это будет какая-то отдельная тема или отдельная проблема. Я думаю, что для вас это будет очень интересно, потому что эта информация новая, такой вы, вероятно, не встретите. Я, например, еще пока не встречала. А также у вас будет возможность не только просто узнавать какие-то теоретические знания, какую-то информацию получать из уст человека, владеющего этой теорией в совершенстве, но вы еще сможете практически пройти просто вот рука об руку с этим человеком свои курсы очищения организма, используя эфирные масла. То, что этот опыт будет бесценным, я не сомневаюсь. В январе мы уже объявим о первом наборе на такой курс, поэтому сейчас пока готовьтесь к встрече Нового года, готовьте ваши вкусные столы, но в январе, когда настанет время разгрузиться тотально, освободиться от того, что мы наели за праздники, вспомните вот про это предложение, про этот уникальный опыт, который вы можете получить от нас с Полиной в очищение организма с помощью эфирных масел. До встречи в 2023 году, в январе, и это будет совсем скоро.